Дошкольное учреждение Центра развития ребёнка «Детский сад номер 147» города Магнитогорска введён в эксплуатацию в 2006 году в рамках реализации программы развития дошкольного образования в Челябинской области через возврат здания. Эстетика здания, современное оснащение, наполнение развивающей среды способствуют выполнению социального заказа родителей, в том числе одного из основных направлений – этического воспитания ребёнка. Основной состав педагогического коллектива слажен. Почти половина педагогов перешло работать в это учреждение из одного детского сада, имея достаточный объём знаний и опыта в данном направлении работы, профессионально реализуя цель – воспитать у детей этикетное поведение через обогащение личного опыта воспитанников. Воспитать у детей этикетное поведение – это значит воспитать нравственное качество личности детей через формирование понятий и принципов этикета, научить ребёнка владеть этикетными нормами поведения, развивать способность детей использовать на практике личный опыт этикетного поведения, активизировать в общении детей использование речевых норм в единстве с общими правилами культуры. Для реализации данной цели в этом детском саду разработана система воспитания этикетного поведения у детей. В младшей группе начинают приучать детей выполнять элементарные правила этикетного поведения, знакомят с видами этикета – гостевым и столовым, учат пользоваться столовыми приборами – ножом и вилкой. В средней группе продолжают знакомить детей с такими видами этикета, как бальный, подарочный, речевой. Взрослеешь ты на целый год, тогда тебе готовят торт, подарки, гости, поздравления. Что это значит? День рождения! День рождения! Кто хочет поздравить Яночку? Дорогая Яна, поздравляю тебя с днём рождения! Чтобы ты была красивая, умная. Я в школе училась на шестёрке и семёрке, и слушалась, мама с папой не болела. Спасибо! Грунч! Спасибо! В старшем дошкольном возрасте детям даются представления о правилах поведения в группе, в общественных местах, знакомят с семейным этикетом, правилами разговора по телефону. Ребят, кто это у нас такой сидит? Бабушка Добрейка. Правильно, Бабушка Добрейка. А почему её так назвали? Потому что она добрая. А скажите мне, пожалуйста, где живёт у нас Бабушка Добрейка? Она живёт в беседке вежливости. А почему беседка вежливости? Потому что маму... Почему? Извините, я отойду. Здравствуйте! Почему? 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 Лиза! Лиза, скажи-ка, пожалуйста. Как дела? Привет! Привет! Как дела? Хорошо! Расширяется практическое использование разнообразных столовых приборов. Дети пользуются рыбными ножом и вилкой, приборами для мяса и фруктов, для десерта. Это салатный нож, это супная ложка, вот это нож для второго, это вилка для второго, вот это салатная вилка. А владение этикетом происходит в трёх видах деятельности, на специально подготовленных занятиях или как часть занятий, совместной деятельности с широким использованием практических игр и упражнений, а также самостоятельной деятельности, то есть в различных видах игр. Широко применяется художественная литература, пакет компьютерных игр и программ. А с персонажами программы «Спокойной ночи, малыши» разработана целая серия занятий, игр и упражнений по закреплению этикетного поведения. Значительное внимание уделяется речевому этикету, где дети закрепляют речевые формулы. Широко используются маркеры принятых вежливых формул речевого общения в окружающем пространстве. Педагогами используются разнообразные вариативные методы и приёмы. Игровые сказочные персонажи, кукла-фея вежливости, дерево вежливости, бабушка-добрейка, скамейка и клумба дружбы и беседка вежливости. «Смирись, смирись, больше не делись!» Система работы педагогов формирует у детей знания правил столовой этикета, позволяет быть им увереннее в себе. В мастерской маленький поварета и каждодневно принимая пищу, дети овладевают навыками пользования столовыми приборами, учатся украшать приготовленные самостоятельно блюда. Широкое распространение в системе нашей работы по приобщению детей к этикету занимают экскурсии. Традиционно наши дети посещают с экскурсиями общественные места. Здесь дети практически применяют полученные знания в театре, выставочном зале, магазинах. При этом педагоги моделируют педагогические ситуации. Кто первым выходит из транспорта, как помочь выйти девочке или престарелым людям. Вариативная работа ведется и при знакомлении детей с этикетом поведения на дорогах улиц. Во время поездки на дачу горный ручеек. Встречая гостей детского сада, отмечая совместно праздники и дни рождения, дошкольники постигают азы гостевого этикета. То в роли хозяина, то гостя. Дети, упражняясь, учатся дарить и принимать подарки. Маркетинговые исследования семей наших воспитанников показали, что 76% из них имеют высокий уровень доходов и культуры. Они часто отдыхают за рубежом, в общественных местах. Для них вопрос приобщения ребенка к этикету очень важен. Для выработки единых требований активизации родителей в данном направлении работы проводятся. Общие родительские собрания и конференции. Тренинги с участием психолого-педагогического центра «Синтон». Совместно с родителями используем лучший благоприятный материал в СМИ, детских газет и журналах, интернет, просмотр отдельных телепередач. Очень даже нравится. Все устраивает. Во-первых, она уже читать умеет пять лет. Начали заниматься этим с четырех лет. Плюс этикетом здесь. Этикету большое внимание уделяет. Огромное спасибо за то, что они вкладывают очень много сил и времени отдают воспитанию наших детей. Я от лица всех родителей благодарю коллектив дошкольного учреждения номер 147 за те прекрасные условия. Тот огромный труд, который помог нашим детям не только прекрасно подготовиться к поступлению в школу, но и освоить сложный мир современного этикета. Редактор субтитров А.Семкин